Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мери Масаналы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В настоящее время их численность превысила 400 человек. Это только официальные данные. Кроме этого, среди них могут быть и те, кто уехал на заработки в Россию или в другие страны, а также те, кто поехал для получения религиозного образования. Поначалу говорилось о том, что те, кто принял решение присоединиться к тем группам, кто объявил о джихаде, вовлекали денежные вознаграждения. То есть причиной являлась материальная нужда. Исследования показывают, что те, кто в настоящее время уезжает для боевых действий, не нуждаются в материальной помощи. 18-летняя Ирода является жительницей города Козылкия. Она тоже направилась в Сирию. Но силами правоохранительных органов из Турции была возвращена домой. По ее словам, она познакомилась с парнем, начала встречаться с ним. Потом, по его совету, она собралась в Сирию. Билеты купил ей парень. Теперь она об этом жалеет. Мы встречались. Он много говорил со мной на религиозные темы. Мой паспорт был у него. В один день он пришел в 23 часа ночи и сказал, что уедем. Я убежала из дома. На машине доехали до аэропорта города Ож. В машине был парень по имени Аль-Хамид. Оттуда мы вылетели в Стамбул. Там нас встретил один мужчина. Около недели мы жили у него дома. Потом нас задержала милиция и отправила домой. Я очень сожалею об этом и советую своим сверстницам, чтобы они предостерегались подобных ситуаций. Рассказывает она. Мама Ироду в тот же день заметила отсутствие дочери дома и рано утром сразу обратилась в правоохранительный орган. Своевременно обратившись, она тем самым смогла возвратить свою дочь. Тот парень, видимо, обманывал мою дочь, что любит ее. Ночью он сказал выйти, она вышла. Потом сразу же посадили на машину и увезли. Думаю, возможно, они дали ей какую-нибудь таблетку, потому что дочь очень тяжело переносила машину. Даже на короткий промежуток времени. Я ждала дочь до утра. Искали ее со всеми родственниками, ходили в авиакассу. Но сказали, что билеты не покупала. Потом поехали в аэропорт в город Ож. Оказалось, что вылетела под фамилией сына. Рассказывает она. В настоящее время немало тех матерей, которые узнают о своих детях только тогда, когда они уже оказываются в Сирии. Зульфия Юйджи спокойно жила, думая, что ее младший сын работает в России. Он около двух месяцев перестал звонить. А потом написал сообщение по телефону, что находится в Сирии. Была также информация, что у него там родилась дочь. Но через некоторое время пришло сообщение, что он умер. Тяжело слушать Зульфию Юйджи, когда она говорит о своем горе. Услышала, что они в Сирии через месяц-полтора. Потом никаких вестей не было. Не звонил. Через некоторое время на мой телефон написал, что у него родилась дочь. Я стала без конца звонить на тот номер. Но он не отвечал. Не было вестей. Потом после Курбана, это через один-два дня сообщили, что мой сын умер. Рассказала она. Среди тех, кто был завербован в террористическую группу исламского государства, оказался и житель Томского района, которому уже под 80 лет. Установлено, что он уехал в Сирию с близкими родственниками, с детьми и с внуками. Всего он увел 28 человек. В основном, те, кто уехал в Сирию, составляют молодежь. В октябре этого года на видео, которое было размещено в интернете, среди тех, кто обращался с угрозой к россиянам, среди представителей других национальностей был и представившийся как кыргызстанец 22-летний житель села Дустук Лилекского района Аскарбек-Бакабеков. Он окончил 9 классов в средней школе в селе Дустук, а затем продолжил учебу в профессионально-техническом лицее. Его отец скончался 15 лет назад. Мать работала учительницей в школе. Три-четыре года назад эта семья уехала в Бишкек, чтобы себя прокормить. С тех пор о ней ничего не было слышно. Аскарбек учился в одном из медресе в Бишкеке. В апреле этого года он, ничего не сообщив родным, уехал в Стамбул. Позже он сообщал по телефону, что учится в Юардане, в университете. Соседка Аскарбека Гульмира Усенова говорит, что знает Аскарбека с детства. Она говорит, что Аскарбек, оставшись без присмотра родителей, впутался в неправильный путь. «Мы тоже боимся за своих детей», – говорит Гульмира Усенова. «Насколько я знаю, в этой семье были хорошие люди. Мать работала учительницей в школе. Они были хорошими ребятами, когда учились в школе. Позже, когда мать уехала в Россию, на заработки дети тоже уехали в Бишкек. Потом слышали, что Аскарбек в Бишкеке учится в медресе. И в село он иногда приезжал. Он был хорошим мальчиком. Мне кажется, что он туда уехал под чьим-то воздействием. Как соседка могу сказать, что он не шел на плохое. Его обманули». Рассказала она. Классная руководительница Аскарбека с пятого по девятый класс говорит, что насчет сына у его матери были большие надежды. Он был доверчивым и теперь страдают все его родные. Сейчас каждая семья, вся общественность должна быть очень предусмотрительна относительно к тем, кто занимается вербовкой молодежи. Очень много стало тех, кто занимается вовлечением молодежи и отправляет их на войну. «До девятого класса работала классной руководительницей. Он был очень правдивым и доверчивым. Он никогда никого не обманывал, был примерным учеником. После окончания девятого класса уехал учиться в лицей. Он и с мамой работал. Я ее хорошо знаю. Его мать мечтала дать ему образование, чтобы стал он переводчиком. Думаю, его заманили очень опытные люди. Он всегда слушал свою мать. Не понимаю, каким образом он мог оказаться на другом пути. Недавно разговаривала с его мамой. Никому не пожелая попасть в такую ситуацию, когда она плачет, невозможно стоять рядом с ней». Рассказала она. Среди тех, кто в настоящее время участвует в боевых действиях из Лиликского района, находятся четверо. По информации начальника районного отдела внутренних дел Айбека Эрматова, в настоящее время в регионе не наблюдается случай, когда вербуют молодежь. Но молодежь, которая находится в миграции, а также в Аше в Бишкеке, говорит о том, что они сталкиваются с попытками вербовать их. Несмотря на то, что в последнее время правоохранительные органы усиливают профилактическую работу в этом направлении, угрозы со стороны пограничных районов и из других стран также представляют дополнительную опасность. «В связи с тем, что на территории Таджикистана много экстремистских организаций, мы проводим системную работу на границе. Мы также вынуждены вести жесткую работу в области незаконной миграции. Вполне возможно, что сбежавшие из соседнего государства могут подпольно заниматься пропагандой. Мы вместе с представителями местных органов власти проезжаем села и проводим разъяснительную работу по вопросам джихада в Сирии, чтобы было правильное понимание». В отношении действий Аскарбека Бабекова возбуждено уголовное дело и передано в соответствующие органы. В общей сложности в Баткенской области возбуждено 14 уголовных дел, связанных с отъездом и возвращением из Сирии вербовкой людей. По инициативе областной прокуратуры в регионе началась работа по проведению профилактических мер от разного рода агитации по вербовке подростков в те или иные течения. В рамках таких мероприятий проводится разъяснительная работа относительно понятий джихад, о последствиях неправильного выбора пути, работа по воспрепятствию агитационной деятельности экстремистских элементов. Инициаторы данных мероприятий отмечают, что подросткам, в особенности общественности, необходимо давать правильное религиозное направление. Они также отмечают о необходимости заслона от агитационных действий вербовщиков. Заместитель областной прокуратуры Гульнара Кашгарова считает, что по всей стране необходимо проводить соответствующую работу по противодействию действиям группировок, которые называют себя «Исламским государством». Главная цель проводимой нами работы – разъяснительная работа среди подростков о таких понятиях, как терроризм, экстремизм, а также о выборе правильных религиозных течений, препятствования разного рода экстремистским направлениям. Нам всем известно, что «Исламское государство» на сегодняшний день создает угрозу не только нашей стране, но и в глобальном масштабе. Если будет известно о таких случаях, необходимо связаться с нами с целью проведения совместных действий. Говорит она. Есть информация, что среди тех, кто поехал в Сирию из Баткена, погибло 17 человек. Представитель областного управления внутренних дел Джамалидин Мамудпеков отмечает, что среди тех, кто едет в Сирию и не находя там то, что хотели бы увидеть, возвращается обратно на родину. Проводится разъяснительная работа. По отношению к ним также предусмотрены строгие меры наказания. В настоящее время применяются разные пути для втягивания молодых людей в страны, где происходят военные действия. Молодежь в основном из-за непонимания через интернет. Одноклассников, ватсап, фейсбук уезжают в Сирию. Из нашей области оттуда пять человек вернулись. По отношению к ним возбуждены уголовные дела и переданы в ГКНБ. Рассказал он. В настоящее время отсутствуют специальные программы по работе с теми, кто возвращается из Сирии. Социальная адаптация таких лиц. Общественности известно лишь о том, что если будет доказано преступление, то он будет привлечен к уголовной ответственности. В то же время общество, соседи с этим вопросом относятся с осторожностью во избежание неприятностей. Правозащитник Хайталы Айкынов говорит, что такими действиями будет сложно выйти из сложившейся ситуации. Он считает, что государство не должно ограничиваться только образованием. Он должен проводить и воспитательную работу. Есть также необходимость применять меры по предупреждению из существовавшейся в советские времена системы наказания. Мы должны действовать, исходя из сегодняшней ситуации. Чтобы помочь тем, кто попадает в такие ситуации, надо помочь им реабилитироваться, изменить взгляд общества. Мерами по запретам можно на время решить вопросы, но проблема в целом не будет решаться. Подытожил он. До сих пор не предложено обществу специальные программы или методологические пособия по проведению соответствующей работы для противодействия тем, кто занимается втягиванием молодежи в ряды террористических групп исламского государства, для проведения профилактических работ с подростками. Несмотря на то, что много говорится о необходимости проведения анализа по проблеме вовлечения молодежи и проведению профилактических мер, ситуация остается прежней. Можно сказать наоборот – угроза возрастает и становится явной. Об этом свидетельствует побег из мест лишения свободы и недавнее покушение на жизнь теолога Малика Кадырова. Материал специально для IWPR подготовил Джейниш Айдаров Баткен. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR, Радиоинститута по освещению войны и мира следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok